Факт о мнении продолжает эфир телеканала Кубань 24 в студии Юлиана Шнайдер. Здравствуйте. Молочная отрасль России в условиях импортозамещения. Задачи и проблемы производители обсуждали на прошедшей конференции. Каким решением пришли специалисты и ученые, сегодня расскажет гендиректор Ассоциации предприятий молочной промышленности Кубань Молоко Константин Синецкий. Константин Васильевич, я рада вас приветствовать в студии. Здравствуйте, я тоже очень рад быть с вами. Итак, прошла научно-практическая конференция ежегодная. И вот меня заинтересовали такие слова, которые прозвучали в ходе работы. Никогда еще молочная промышленность России не сталкивалась с такими вызовами, как сегодня. Вот о каких вызовах идет речь? Конечно, вызовов сейчас много. И эти вызовы современности, они изменили отрасль. Раньше достаточно было быть профессионалом, делать хорошую продукцию. Сейчас этого не только недостаточно. Этого даже, может быть, никто и не заметит. Сейчас законы рынка, законы продаж, законы пиара, рекламы. Вот что вышло на первый план. Ну, хорошо. У нас хорошая продукция, допустим, да? Предприятие хорошая продукция. Что нужно еще к этой хорошей продукции? Хорошая упаковка, хорошая реклама, да? Вот об этом сейчас? Вот собравшись на наше мероприятие, та самая научно-практическая конференция, которую мы созвали, и она объединила всю Россию, всех молочников, там во главу угла было поставлено то, что нужна, отрасль нуждается в государственной поддержке, создании положительного имиджа молочной продукции. Мы, борясь за качество и в претензиях к молочной продукции, с водой выплеснули ребенка. Дошло уже до того, что на Первом канале говорят, что молочная продукция вредна, и никто иной, как Малышева, доктор, который обязан следить за здоровьем. Ну, то есть, вот это мнение, что молоко полезно только в детском возрасте, да, оно привело к тому, что мы меньше стали пить молока? Да, да, безусловно. Откуда такие высказывания? Были ли исследования какие-то? Или это просто на пустом месте? Либо это, ну, не побоюсь этого вопроса, либо это чей-то заказ? Не исключено. И это тоже. Ведь задумайтесь, сейчас в условиях эмбарго, ведь целый ряд производителей хотели бы присутствовать на полках, но не могут. А присутствует сейчас наша отрасль, которая крепнет, набирает силу, это не всем нравится. И поэтому, конечно же, пытаются дискредитировать и не только молочную продукцию. Обратите внимание, ведь ситуация в худшую сторону не поменялась, но пиар и информации стало прям в разы больше поток негативной информации. Наверняка это для того, чтобы, если полки откроются для тех, кто сейчас отсутствует, чтобы подготовить потребителя к переходу сразу на их продукцию. Он уже недоволен тем, что есть, он уже готов принять новое. Вот наверняка и в этом тоже кроется ответ. Хорошо, мы сейчас говорим о том, что образ, благоприятный образ продукта слегка подпортили, скажем так. Какие еще проблемы испытывает отрасль и производители? Проблем на самом деле достаточно. Но даже не столько проблем, сколько задач, которые стоят перед отраслью. Конечно, то, что социальная ситуация, она сказывается на потреблении молока, люди меньше могут купить продукции и, соответственно, меньше ее употребить. И, конечно, ждет своего решения изменение законодательства о государственных закупках. Вот Роспотребнадзор мы на этом мероприятии принимали на самом высоком уровне главного санитарного врача Российской Федерации. Так вот, Анна Юрьевна Попова и потом ее коллеги Краевые, они в принципе подтвердили ряд мнений, которые и так в отрасли были. Первое, это то, что за последние 10 лет не было никаких громких случаев отравлений, которые связаны с молочной продукцией. Ситуация в корне поменялась в лучшую сторону. Но в то же время, даже по статистике, оценивая, например, уровень фальсификата, которым напрямую Роспотребнадзор занимается, они его оценивают на уровне 7-8% от общего количества исследований, проведенных. У нас, да, были, я подтверждаю, у нас были гости совершенно недавно от Роспотребнадзора, и мы говорили в том числе и о качестве молока. И как раз таки и говорили, что где-то 8-7%, до 10%. Да, но эту цифру они как получили? Они берут общее количество исследований, проведенных в лаборатории, а они широкий срез делают практически при каждой проверке, видя молочные продукты, они их отбирают и исследуют. Они берут по статистике, сколько же там выявлено нарушений, которые можно таким образом квалифицировать, как именно фальсификат. И вот из этих вот приводил наш краевой, например, Роспотребнадзор цифру, 31 случай выявления за этот год фальсификата. Всего 2 случая на торговых полках, связанных с торговлей. Остальные 29 случаев – это детские сады, школы, больницы, санатории. То есть то, что связано с государственными закупками. То, что привозят из других регионов, правильно? И из других регионов, в том числе они на это обратили внимание, что большинство этой продукции привезено из других регионов. Но здесь, чтобы… Ну, эта проблема, она общая для всех. Сейчас критерий – цена. Все уже понимают, что оценивать продукт только, насколько он дешевый, это не просто неправильно, это даже опасно. И все уже готовы поменять закон. Речь идет, вообще-то, по меньшей мере, о нашем здоровье и о здоровье наших детей. Конечно, конечно. И опять же, и не только о здоровье, и о вкусовых пристрастиях. Ведь если ребенка поить не молоком, а фальсификатом, элементарно оно невкусно. И ребенок тоже запомнит, что молоко невкусное. А ведь это не так. Молоко вкусное, просто ему его не дали. Хорошо. А давайте тогда поговорим о том, что такое фальсификат. Потому что, ну, немногие в этом разбираются. Если на полке лежит, допустим, ну, продукт, да, на нем написано, что это молочный продукт, либо, ну, какой-то другой. Вот как правильно разобраться? Что мы берем? Ну, если на упаковке заявлены определенные характеристики, то есть это сырный продукт, например, содержащий растительные жиры, либо там творожный продукт, который не только из натурального молока, но из компонентов растительных сделаны, да, то это, ну, вот честный продукт, который заявлен. Так вот уже потребитель сам делает выбор. Конечно, недопустимо, если вот на таких продуктах будет написано, что они натуральный творог или натуральный сыр. И это уже будет обман потребителя. Но такого, вот я сейчас еще раз повторю, чтобы и слушатели услышали, такого сейчас практически не бывает. В торговле сейчас продукт честный. Вот как вы можете оценить сегодня государственные требования по экологической безопасности и пищевой? Вот насколько они действительно объективны? Ну, то, что эти требования должны быть, даже нет никаких сомнений. И то, что они должны быть жесткими, это тоже правильно. Ну, конечно, по экологической безопасности требования, вот мы понимаем, что вот в каком-то месте они, может быть, слишком превышены. Сейчас пищевые производства, в том числе и молочные производства, отнесли к предприятиям таких групп опасностей, как, например, атомные станции. То есть стратегические объекты. Да, это просто ставит их за грань. Ну, мы не понимаем, для чего так жестко оценивать такие критерии. Зачастую вода, которая приходит по трубам, она уже не соответствует тому, что должно с предприятием вытекать в канализацию в соответствии с этими требованиями. Ну и последнее, простите, перебило исследование, которое мы покупаем бутылированное, которое продается, оно тоже не соответствует качеству заявленного. Ну, здесь я не хочу ничего сказать, но вот такого рода перегибы. То есть предприятия были построены. Они были построены со всеми разрешениями. Эти разрешения были получены. И вдруг в один момент их из белой зоны законной переносят в серую, а то и в черную, как уже не соответствующие требования. Ну, так нельзя. Закон обратной силы, он вообще априори иметь не должен. Что поменялось? Ведь ничего не поменялось. Мы по-прежнему нуждаемся в молокоперерабатывающих предприятиях. По-прежнему нам нужно молоко. Зачем, конечно, такой перегиб, мы не знаем. Но во всем остальном я согласен, что требования должны быть. И государственные структуры вправе их предъявлять. Продолжение темы о качестве и о сырах мы уже коснулись. Еще одна цитата с конференции. Мы имеем дело со существенным снижением потребления сыров на душу населения по сравнению с 2014 годом. Причин минимум две. Похудевший кошелек потребитель. И вторая причина – это низкокачественный сыр, который, как производители беременно, решает проблему. Как можно из этого замкнутого круга выйти? На самом деле мы выходим из этого круга. На все нужно время. То, что молочная отрасль, она очень социально чувствительная отрасль. Стоит измениться достатку потребителей, сразу падают продажи. Это да. Но по поводу качества сыра, есть же собственное качество, есть представление потребителя о качестве. Если он за пармезан готов заплатить 2, а то и 3 тысячи за килограмм, то сыр подобного качества, который сделан у нас, он ожидает его увидеть почему-то в разы дешевле. Но мы живем в одном мире. И сейчас потихоньку, распробовав наши сыры, даже иностранцы, приезжая к нам, они отмечают, что качество наших сыров, в том числе имитирующих их наработки, вот сыры с плесенью, например, или зрелые сыры, и старые сыры, они уже не просто приблизились, они уже сравнялись, а в некоторых случаях и превысили их показатели. Они даже путают. Они свои сыры называют нашими, а наши, которые сделаны на Кубани, привезены от них. Да, 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 вот на прошлое мероприятие француз попробовал сыры и вино кубанское. Он сказал, что да, вот вино хорошее на Кубани, но сыры все равно от нас возите. Он был немало удивлен, когда ему потом перевернули тарелку, а там с изнанки написана этикетка нашего краевого производителя. Это очень приятно, и уж, сколько мы заговорили о Краснодарском крае, все-таки мы славимся своей продукцией. Регион занимает четвертое место среди субъектов по продажам. Расскажите, вроде бы все хорошо, наша продукция узнаваема, она желаемая продукция на полках во всей России. Какие тогда проблемы у нас могут быть? Ну, на самом деле проблемы у нас все те же самые, как и во всей России. Конечно, нам нужны государственные деньги, которые государство запланировало потратить на молочную продукцию, закупить ее для детей, для больниц, чтобы они шли в первую очередь честным производителям. Конечно, на уровне государства нужно признать, что молочная продукция является незаменимой продукцией для здоровья человека. И декларировать это, и на всех уровнях поддерживать, не забывать об этом говорить. Конечно, недопустимо, когда высокого ранга должностные лица, вот как в Россельхознадзоре, помните, там из мыла, гипса, еще там чего-то молоко делают, мел, что-то еще там было. Такие заявления, конечно, недопустимы. Ведь людям верят, доверяют, а фактически-то вот здесь людей как раз и обманывают. Вот где, какие факты, мы так и не поняли, в отношении кого Россельхознадзор тогда выдвинул. Такие заявления делал. Обвинения, да. У нас есть письмо, что мы вообще ничего не находили на территории России, тем более Россельхознадзор ничего не находил. Поэтому мы на всякий случай заявили, что вот в учебниках где-то там было написано, ну, детские объяснения. А спад продаж минус 30%. То есть единственный выход это формировать положительный образ молочных продуктов? Конечно. И это будет самой лучшей государственной поддержкой. Она не требует прямого финансирования, но мы в ней очень нуждаемся. И это тоже решение наше общее вот этой конференции. Вся Россия высказалась за то, чтобы включить это в резолюцию. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. И я напомню, сегодня молоке и поддержки отрасли. Мы говорили с гендиректором Ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубань и молоко» Константином Синецким. Таким было сегодня мнение. Спасибо, что были с нами. И до встречи.